Прозаик и сценарист И сегодня я хочу представить вам топ-5 книг И это будет топ-5 книг, расширяющих наше читательское восприятие Я специально последовала этому принципу И не выбирала 5 своих любимых книг Или 5 каких-то книг, которые я считаю объективно лучшими в истории мировой литературы Я выбрала те 5 книг, которые показывают литературу и язык со своей особенной стороны С такой позиции мировосприятия, с которой обычно мы литературу не видим И первая книга этого списка это роман Фридриха Гринштейна «Псалом» Фридрих Гринштейн был сценаристом и написал к очень многим великим фильмам сценарий Прозаических произведений у него не так много Очень я люблю еще «Домик с башенкой» и «Искупление» Но «Псалом» мне кажется вершиной его творчества Потому что этот роман, он и наиболее поздний И он в себе сочетает уже не просто какие-то сюжетные отдельные ходы и отдельные истории Это попытка осмыслить опыт Великой Отечественной войны В массе историй, деталей, психологических травм Каких-то неожиданных сюжетного подхода Когда враг оказывается другом и наоборот В каких-то мельчайших бытовых ситуациях Которые для нас не выглядят трагическими То есть это какая-то бытовуха Но вот эта бытовуха, когда она грамотно использована Она становится грандиозным, выразительным художественным средством В том же «Искуплении» у Горинштейна мать приносит своим детям еду Котлеты внутри портянки сапог Потому что она украла эту еду с завода Девочка приходит на шикарный бал в изящном платье А у нее вши И на этом белом платье их видно И начинается грандиозный скандал То есть он находит такие крайние ситуации До такой степени драматичные сами по себе Что это то, что ты помнишь всю свою жизнь Все они яркие, визуальные, изобразительные Но для меня еще необычайную ценность Представляют произведения Горинштейна с точки зрения языка У него невероятно большая плотность фразы Причем эта плотность фразы изобразительная Представьте себе, что вы одну страницу текста читаете час И вы не можете читать по диагонали И не можете читать быстрее Не потому что это сложно написано Там какие-нибудь навороченные, сложно сочиненные предложения Или какие-то невероятные там союзы наверченные Или там какая-то лексика сложная Нет, дело в том, что там изобразительная картинка До такой степени плотная Что вот мы когда читаем Мы же у нас перед глазами прокручивается фильм И так получается, что слов мало А изобразительный ряд очень большой, сконцентрированный И ты смотришь этот фильм По факту ты читаешь невероятно медленно И Псалом тоже такая же небольшая книга Как и все его остальные Вот эта визуальная картинка Ты как будто за пространство одного романа Прочитываешь там, не знаю 12 томов довольно разреженного Толстого С точки зрения языка И с точки зрения того наполнения фразы Да, образного какого-то строения Такого, как у Горинштейна Я не видела никогда и ничего Поэтому он вошел в этот список Второе произведение, как мне кажется Незаслуженно забытое у нас в стране Ну и этому были исторические причины Это Абрам Терц Любимов Ну, Абрам Терц Весь этот скандал с Синявским и Даниэлем Я надеюсь, вы в курсе И примерно себе, может быть, представляете Исторически, кто эти люди Почему именно Любимов И чем хорошо это произведение Вообще, Абрам Терц был невероятный юморист И даже в подходе к его фамилии Его на самом деле звали Андрей Синявский Но он взял себе специальный еврейский псевдоним Потому что считал, что писатель в России Всегда в положении еврея И к нему примерно так же относится Поэтому нет смысла Пытаться делать вид, что ты такой же, как все Ацахи Но суть не в этом А в том, что для меня это произведение Стало особенным с точки зрения Строения гротескного метафорического образа Это собственно то, что потом делает Маканин Но Маканин эту метафору строит гораздо более ровно И точнее как-то топит ее в ткани повествования У Терца все куда более выпукло То есть у него есть мистический сюжет Я не буду спойлер говорить Но это мистический сюжет Где на весь город находит грандиозный морок И все начинают вести себя в соответствии с этим мороком И все это остроумно, легко, весело Но потом морок спадает И происходит собственно Примерно такая же трагедия Как потом с распадом Советского Союза В психологическом аспекте Вот это вот соединение жанров Вот это вот использование одного приема в другом Это в такой степени традиция особенная Что без вот этого понимания Очень сложно понять откуда взялся Маканин И его грандиозные метафорические вещи Такие как там Лас Или там Отставший Когда он из какой-то простой ситуации Берет и разворачивает философскую притчу Вот Терц делает это же Но более выпукло И как ни странно все это Ну то есть эластичность жанра Позволяет вот это вот все Удерживать в себе Следующее что я хочу посоветовать Как ни странно это будет Владимир Маяковский И его ранние вещи Это какой-то Какой-нибудь первый том его Полного собрания Потому что Маяковский сейчас воспринимается Как все-таки советский поэт Который писал там Влас Прогулкин Милый мальчик Ну основной массой школьников Да я со школьниками много работаю И примерно представляю Как они все это воспринимают И Влас Прогулкин замечательное произведение И советская лирика тоже Маяковского Это определенно довольно высокий уровень Но то что он делал в начале своего творчества И вся его любовная лирика Она по своему мировосприятию Берет свое начало откуда-то Из слова полку Игореве С такой языческой образностью С этими богоборческими мотивами С тем как он воспринимает реальность И окружающий мир Это нужно даже не в плане того Чтобы посмотреть как строится поэзия И как можно в поэзию упаковать Какие-то не просто прозаические А казалось бы совершенно банальные вещи Каким образом их можно упаковать в стихотворение Чтобы оно осталось лирическим Дело даже не в этом А дело в том особенном мировосприятии В той слитости мира С миром и с тем ощущением Что все вокруг живое Все существует в каком-то полумультяшном состоянии Это то, что поможет развить иное восприятие мира Какую-то другую картину мира Увидеть, что мир можно еще воспринимать вот так То есть ты смотришь на какие-то банальные вещи А лысый фонарь сладострасно снимает С улицы черный чулок И вот эти вот все вещи Идет луна, жена моя Вот этот тип восприятия Мне кажется Очень мало где используется в литературе И это тот новый ключик Который мог бы Может вам открыть литературу С какой-то другой стороны Следующее произведение Будет еще более странное Чем Маяковский Это Немировский Мифы древние лады Это не художественное произведение Это собственно Научное произведение Где в довольно простой форме Мифы сгруппированы по месту своего происхождения То есть там какие-нибудь мифы Крита Мифы Родоса Мифы там Спарты Они вот таким вот образом Единым слиты и сгруппированы И почему именно эта книга? Во-первых, сейчас потеряна эта традиция Считывание подтекста в художественном произведении А вся классическая литература Построена собственно на цитации Там очень много сюжетных ходов Очень много отсылок, аллюзий, реминесценций И все вот это современным читателям утеряно Потому что мы вот этот ход просто не считываем Он нам не совсем знаком И он нам непонятен И читать какие-то просто так мифы В каком-то виде учебника Это довольно скучно А Немировский таким образом их излагает Что они компактные Они в виде каких-то философских притч Очень коротких, сюжетно таких То есть там очень мало деталей Очень мало переживаний Очень много фактов И самое интересное Почему для нашего сознания эта книга полезна Когда ты понимаешь Как в какой-то области Те же самые сюжеты приписывались их герою местному А в другой местности они трансформировались Но приписывались уже их очередному какому-то герою Все это, собственно, учение Юнга об архетипах Представляет с такой широкой позицией Нам сразу становится понятно Как каждый пытается вот этого героя выдать за своего Как он пытается принизить соседского героя И возвысить своего героя во враждующих каких-то землях Все это невероятно увлекательно И больше дает даже представление о слухах в человеческом обществе О легендах и мифах О том, как мы сами себя воспринимаем И как мы хотим воспринимать этот мир Поэтому эта книга, она нужна даже не то что Я вот, если честно, ее прочитала вообще во втором классе И я очень долго не могла от нее отлипнуть Потому что я ее перечитывала раз за разом И у меня так очень редко бывает Я редко что перечитываю Но вот к этой книге мне все время хотелось возвращаться Потому что все время находились какие-то скрытые взаимосвязи Это все время такая плотность сюжета Что ты не можешь ее там сесть и прочитать За раз ты устанешь Это такая полуэнциклопедическая вещь Где ты прочитал один миф И очень долго над ним думаешь Не как над библейской притчей Потому что библейские притчи все-таки по смыслу сложнее И они затуманены А здесь все куда более четко, ясно Все героично Но в то же время вот за этой простой фиксацией действий человеческих Очень сложно разгадать их мотивы И ты как бы когда читаешь эту книгу Ты все время пытаешься понять почему Пытаешься себе объяснить их поступки и поведение И это все время утягивает тебя в какой-то внутренний мир философских размышлений Вот Поэтому эту книгу я очень советую тем, кто ее и не читал Это и освежить в памяти греческие мифы приятно И вспомнить чем они отличаются от латинской версии Ну они потому что отличаются довольно сильно И как-то переключиться на более философское осмысление действительности постоянное То есть в вашей жизни появляется такой дополнительный пласт философских размышлений И все, ну как бы ваш окружающий мир Он расширяется, углубляется и становится куда более интересным Следующая книга, про которую я не могу не сказать Это книга, которую прочитали сумасшедшие ролевики и 13-летние девочки И очень зря не прочитала филологическое сообщество Это Джордж Мартин и его грандиозная сага о песне льда и пламени И собственно вот Игра престолов, то почему был сделан сериал Почему эта книга потрясла мир? А мир она потрясла Это не очередная ерунда про Гарри Поттера, где киношники все доделали за автора Нет, это книга новаторская в своем роде Аналогов которой в мировой литературе я не знаю Это книга, в которой автор сделал грандиозное композиционное открытие В Америке спецкурсы читают собственно по композиции этого произведения Джордж Мартин, он председатель шахматной ассоциации Америки Он человек невероятного ума и какого-то художественного дарования совершенно особенного Я не читаю никакие фэнтези, я недолюбливаю фантастику Про каких-то драконов и какие-то выдуманные волшебные страны я не читаю никогда Но я эту книгу стала читать по рекомендации собственно профессора филологического Который мне сказал, посмотри как он строит композицию Я такого еще не видел, я стала читать и тоже такого не увидела никогда Меня собственно даже все эти его драконы мало смущали Потому что я читала с позиции того, что я не понимаю как это сделано У меня ощущение как у сценариста и драматурга Что это какая-то грандиозная система Наподобие таблицы Менделеева должна была быть построена Но куда более многоходовая, куда более обширная Что делает Джордж Мартин в композиции? Немножко объясню принцип, чтобы заинтриговать и постараюсь никаких спойлеров не выдать Дело в том, что Джордж Мартин берет общую ткань истории Представьте себе, что история это такой матричный пласт Это вот таких, не знаю, семь королевств Это семь линий И судьба каждого королевства рассказывается через своих условно десять персонажей Это король, королева, дети, какой-нибудь слуга, какой-нибудь купец Ну, он везде выбирает разные пласты интересных персонажей Если он здесь выбрал какого-то правителя То, скорее всего, следующим персонажем будет там какой-то абсолютно случайный непонятно кто Вот он берет вот эту вот всю матрицу и рассказывает историю таким образом Представьте себе, что у нас история начинается с первого персонажа королевства А Первый персонаж королевства А собирается идти на войну Он прощается с женой и собирается идти воевать Дальше все прерывается И мы видим королевство Б В котором есть враг, который собирается нападать на вот это королевство Но этот враг не правитель и не воин, который собирается на войну А какой-нибудь слуга, который случайно, не знаю, нашел драконье яйцо Мы смотрим дальше То есть у нас как бы параллельно примонтирован еще один сюжет с другой части королевства Потом географически третья часть другого королевства В котором есть какая-нибудь влюбленная тетенька Мы смотрим за ее душевными страданиями За тем, как ее хотят там выдать замуж за нелюбимого Мы проникаемся Каждый кусочек это законченная такая новелла В котором происходят внутренние изменения персонажа Мы возвращаемся к персонажу А1 С которого начинали По прошествии там, не знаю, месяца За этот месяц эти королевства повоевали Кого-то покалечили, убили Часть персонажей уже умерла Которых мы видели Часть персонажей вообще была введена И сразу же в одном кусочке и умерла И мы никогда к ним не возвратились В следующий раз мы возвращаемся к этому персонажу Когда ему хотят отрубить голову за предательство Мы за ним не следили Но история композиционно выстроена таким образом Что мы по произошедшему в целом в королевстве А мы вот из этих кусочков И вот из этих разных мозаичных отрывочков Мы себе вообще-то представили Что происходит во всех этих странах Кто с кем повоевал Как что произошло Мы себе еще и мотивы вот этого человека Представляем хорошо Представляем его врагов Поэтому сопоставляя это с общим положением Дело в государстве Мы вдруг понимаем Каким образом так получилось-то Что это был нормальный дядька Который шел воевать А тут бах и предательство Хотя это был не предатель Но мы просчитываем вот эту вот всю траекторию И он таким образом Какого-то мозаичного пазла Способом выстраивает вот этот композиционный пласт Он таким образом по шахматному Это все изящно раскладывает Что изучают эту книгу На филологических факультетах Америки Совсем не просто так А именно потому что композиционно Такой тип строения Он не просто новый А он как будто подытоживает Какой-то огромный пласт развития композиции Вот исторически училось человечество Так строит произведение Так строит произведение А что будет, если сделать, как Джойс А что будет, если поток сознания А он как-то это все выводит на какой-то такой грандиозный уровень Когда композиция становится типом рассказывания истории Композиция и сама история этого государства становится главным действующим лицом А все остальные персонажи Это просто такие маленькие камушки Из которых вот эта вот мозаика сложена Ну и поэтому я эту книгу очень рекомендую И советую всем отринуть свою брезгливость от сериала И прочитать эту книгу Хотя бы начать ее Для того, чтобы понять, каким образом он выстраивает композицию И для общего развития Понять вот эту вершину Ну, как мне кажется, на данный момент, по крайней мере Это вершина развития композиционного искусства Вот Спасибо большое за внимание Я надеюсь, что мой топ разнообразит вашу жизнь С вами была я, Женя Декина Прозаик и сценарист Прозаик и сценарист